Пошла промышленность, всё. Больше необходимости промышленности нет. Есть необходимость в водопроводе, промышленной зоне, о которой я постоянно забываю. Далее. Я всё ещё коплю на университет. Всё ещё коплю на университет. Так, полиция. Да всё норм. Пожарное депо. Ну, можно было бы здесь где-нибудь на окраине фигануть пожарное депо, но... Тут каких-то активных пожарищ вроде не случается, так что я пока не буду. И так как-нибудь переживут. Чё это здесь воды якобы не... О! Не докачивают, что ли? Ну-ка давайте посмотрим. Точно, воды не хватает. Или хватает? Да вроде хватает. Хм. Но мне кажется, что нужно бы построить, наверное, ещё одну водонапорочку. Давайте построим ещё одну водонапорочку где-нибудь вот здесь. Так, аккуратненько у дороги. Всё. Вот эта водонапорочка, наверное, решит проблему. Да, она решила проблему. Отлично. Так. Так. Хотят вразумить, спасти. Я тебя сейчас тоже замучу, короче. Ты начинаешь превращаться в одного из тех, кто слишком много волнуется, которые уже сидят молча. Вы объективно мешаете, ребят. Поставьте себя на место тех, кто просто сидит и смотрит. И им мешает то, что я постоянно отвлекаюсь на тех, кто слишком много волнуется. Ну, я просто как бы по себе знаю, что так и есть. Так. Нужна рабочая сила. Это означает, что мне нужны ещё жилые кварталы. Ещё жилые кварталы и ещё, блин, коммерческая недвижимость. Чё-то прям офигеть. Много чё-то всего нужно там. Чё-то много всего нужно. Давайте дальше проведём дорогу. Интересно, вот это прямо вообще, не прямо? Будем надеяться, что прямо. Так. И где-нибудь вот тут вот. А потом ещё вот тут вот. Ну и раз у меня есть деньги, то ещё вот... Ну ладно, мне здесь уже как-то жирновато. Так. Ну и пока, в принципе, нормально. Я думаю. Так. Что в первую очередь? Конечно же, жилые какие-то кварталы. Можете купить новый участок земли, взгляните. Не хочу, иди нафиг. Нужно как-то удовольствие у жителей. Удовольствие у жителей сгенерировать. Сейчас мы сначала водопроводы сгенерируем. Так. До сюда. Теперь вот до сюда. Теперь вот так вот. Всё. Отлично. Прекрасный, прекрасный. Чудесный, я считаю, водопровод. Так. Закрываем этот интерфейс. Меня смущает... А чё они какие-то... Какие-то они непостоянные. То они довольны, то они нифига не довольны. Вот чё сейчас у них творится? Так, после пожарища, да, вот это вот надо посносить. Давайте посносим, что так уж и быть. Иногда нужно... Заняться некоторой расчисткой. Ооо, пошла заброшенность, потому что народу не хватает. Сносить... Так. Ну тут у меня какое-то гетто начинает формироваться такое. Так вот, если по чесноку. Застройка высокой плотности такая. Нет. Всё-таки вот так. Так. Такой один слой ещё пока сделаем. Универно потом пока, потому что... Ну не, ну как бы деньги постепенно копятся. Ну а чё теперь поделать-то? Придётся как-то вот универ немножко сдвинуть в сторону. Ничего не поделаешь. Так. Вот Сергеус Сив, который очень странный человек. Моё отношение к играм давно известно. Я лично считаю, и вам на самом деле тоже рекомендую абсолютно всем, относиться к играм как к развлечению. А если ты сидишь, короче, там, и чё-то там себе на бумажку выписываешь, там, получаешь бухгалтерское образование, там, какое-то, ради того, чтобы, там, в Иф-онлайн поиграть, там, ещё что-то. Ребят, это уже превращается не в то, как бы, чем это должно быть. Но опять-таки, по моему мнению, да, я могу только рекомендовать. Не могу никого заставить считать так же, как я. Вот. Так. Посмотрим. Ну, народ появляется. Есть сейчас необходимость в коммерческой недвижимости. Но у меня есть ещё чёртова необходимость в университете, поэтому посмотрим, как службы справляются. Вроде, да чё-то, как бы, вот опять не справляются. Не, не буду перераспределять. Странно, что чайки летают над свалкой. Так. А, сарказм на комментарии. Ну, да, может быть. А, тот, который... Ладно, проехали. В любом случае, то, что я это высказал, может быть, кому-то на пользу пойдёт. Так. Что у меня тут ещё по муниципалочке есть? Здравоохранение. Ну, ладно, пока хватает. Стоп, а вода там проведена вообще? А, воду я с запасом провёл. Отлично. Так, мусоросжигающий завод. О, посмотрим, как себя чувствует вот этот мусоросжигательный завод. Но мне непонятно, почему у него такой слабый охват. Мусоровозов используется 2 из 27. В чём прикол? Почему их не используется больше, этих мусоровозов? Вот чём мне непонятно. Количество мусора. Это, я так понимаю, в нём количество мусора. Скорость обработки постепенно снижается. Мне вообще вон дали ачивку, как сыр в масле. Вы чё-то бугуртите там, что с моим городом чё-то не так. Город вообще в порядке. Вот абсолютно в порядке город. Это у вас что-то там. Проблемы какие-то. У меня нет проблем. Так. Лучше пойдите... Лучше реально пойдите, знаете, и предзакажите игру на стиме. Она через несколько часов уже появится. И будете фигачить вообще отлично. На отличненько фигачить будете. И будете всё по-нормальному делать. Не то, что я тут фейлюсь. Вот. Так. Во. Вот мне тоже... Мне уже, блин, говорят про это образование. Отличненько. Так. Вот если я построю здесь. А если здесь фигануть, то покроют. Не. Я хочу сориентироваться на вот эту зону городскую. Чтобы у меня университет стоял вот тут. Такой, за ветряками. Как-нибудь даже вот так вот вообще его поставим университет. Такой. Вот сюда. Во. Мне кажется, отличное место для университета. И волна радости прошлась по городу. Смотрите, да? Как бы это вот когда появляется университет. Вот. И от этого университета, как бы, удовольствие горожан, оно растекается волнами по всему, по всей площади города. Вот. Вот это примерно вот такой вот процесс. Вообще. Отличненький. Но содержание университета, это, наверное, дорого. И бабок я на него, конечно, потратил. Мне сейчас нужна коммерческая недвижимость. Так. От университета в другой район. Ну, вообще, на самом деле, это вариант через ветряки прокинуть. Давайте, наверное, пробросим. О! В лучшем случае вот так вот. Стоп. Не, можно... На самом деле, вот эти линии электропередач я могу удалить же ведь, наверное. Они здесь особо не нужны, насколько я понимаю. Да-то вы умеете. Все. Так. И вот теперь мы дорожку... Ну, более крутую дорожку... О! У меня численность пошла. Гидроэлектростанция. Гидроэлектростанция. Товарный терминал. Железнодорожная станция. Господи. Одни сложности, короче. Короче, одни сложности, ребят, появились дополнительные. Блин. Надо кривую дорогу построить, я знаю. Оп. Нет, не хочет. А если вот так вот? Не, ну а что? По-моему, норм. Сду дорогу. Все. Так. А теперь посмотрим вот про гидроэлектростанцию. Мне очень интересно. И, в принципе, энергетика. Во-о-о-о. Так, во-о-о. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Гидроэлектростанция. Как она вообще строится? Она же как бы... Создает, наверное, водоем какой-то. Ну, в смысле, не водоем, а... Я боюсь, короче, пока что-то гидроэлектростанцию-то строить. Хотя-то можно здесь попытаться. Но не затопит ли она нафиг все? Водохранилище просто какой-нибудь появится. И что-то я буду сам не рад, наверное, произошедшему. Ладно. Вот сколько она дает мне? Шум, загрязнение. Выходная мощность от 0 до 1600 мегаватт. Ну, круто, конечно. Как дорогу протянуть? Товарный терминал должен снизить количество грузовиков, если есть линии вблизи. Ой, как все сложно. Ой, как все трудно. Нет, я... Ребята, я пока не буду, короче. Вот все эти товарные терминалы... Давайте я пока не буду. Так. Я просто... Что, прям по земле можно, что ли? Ну, вот, допустим, я сделаю здесь. А, вот, вот так вот она. А почему в эту сторону? А, ну, правильно, вообще-то. Ожидаемая мощность 0. Что-то не охота. Ожидаемая мощность 0-то. Если так сделать. Стоп, а где это лучше поставить? Вот. Ожидаемая мощность 64. 8. 80 мегаватт. Так. Так. И стоимость строительства 62 тысячи, между прочим. Не, пошла ну нафиг, я пока ветряками. На ветряками дешевле получится. Но подождите. А если вот так вот? 80. А че так отстойно? Не, ну нафиг, ветряки так, да. Что-то не то место, видимо, что ли. Так. Нет, у меня 20-ку надо. Ещё ветрячок. Ещё ветрячок. Во, всё. Электроэнергия на отличном уровне. Вообще, замечательно. Опять заброшенное здание, но с ним как-нибудь решится вопрос. Университет я поставил. Говорят что-то про загрязнение, но на самом деле брешут, потому что всё нормально. Смотрим, чё у нас мусоросжигательный завод тут. Ну, работает как-то потихоньку. Но мне кажется, надо ещё. Надо ещё. Нет, за пределами границ, с серым пунктиром обозначенным, пока строить нельзя, потому что мне нужно докупить новые участки. К ним доступ постепенно появляется. Так. Так. Чё ещё можно тут офигануть? Не, ну надо дальше строить коммерческую недвижимость, но я ещё хотел финансовый райончик какой-нибудь организовать. Вот я просто не знаю, где его организовать. Можно какие-нибудь нью-васюки просто замутить. Например, вот здесь вот. А, кстати, а мне кажется, хороший вариант. Вот здесь финансовый район забубенить. Давайте-ка я сделаю так. Перекрёстки и трафик. Чё это так поздно-то мне про перекрёстки и трафик? А, потому что здесь вот вдруг образовался ещё один трафик, ну точнее, ещё одна пробонька. Так, ну ладно. Я хотел строить вот эти вот дороги. Сюда вот. Можно даже соединить, в принципе. Можно даже, да, в принципе, соединить. И я хочу здесь организовать финансовый район, вот поверху. Вот поверху организовать финансовый райончик. Посмотреть, чё из этого вообще получится. Деловая зона. Рабочие места для образованных горожан. Ну-ка, вот. Для образованных горожан, ну-ка. И снизить ли это потребность в коммерческих зонах. Вот мне что ещё интересно. И, что немаловажно, появится ли в ней хотя бы одна постройка в этой зоне. Вот. Это тоже очень интересно. Так, хотя бы вторую скорость поставим. Ну, а пока тогда, видимо, нам нужно сделать слой коммерческой недвижимости. Она тоже пригодится всегда. Такой, оп, слойчик коммерческой недвижимости. Опа, опа, пошло, пошло, пошло. Зацените. Ну, это вообще совершенно отдельная тема. Никак не связанная. Потому что... Ну, хотя, правда, они ещё не открылись, наверное. Так, водопровод забыл, как всегда. Как же они без водопровода-то? Бедненькие. Всё, вот так вот. Так-то лучше. Потребность в коммерческой недвижимости эти штуки не снижают, насколько я могу судить. Потому что вот они открываются, начинают работать. И это никак не влияет на счётчик коммерческой недвижимости. Вот. И это, на самом деле, даже интересно. Так, а сколько? А можно ли посмотреть, сколько они будут платить мне налогов? Я хочу знать, сколько они будут платить мне налогов. Так, что за дорога? Господи, реально достал. Полностью согласен. На полчаса его сразу. До конца пусть сидит. Так. Спасибо, Марин. Так, и что у нас тут? Trident Accounting. Бухгалтера. Angry Clans Mobile Games. О, мобильный разработчик. Ха-ха, прикольно. Тут кто? Customer Service Services. Customer Service Services. Я, кстати, могу переименовывать, но, правда, не буду. Тут что? Customer Service Services тоже. Крупная компания. Angry Clans Mobile... А что такое вообще? Всего пара. Топ банкинг. Тоже почему бы нет. Так. Так. Да, реально, ребят. Ну, объективно. Если вам действительно очень не нравится то, как я сильно нублю, ну, блин, ну, кто вас держит в конце концов? Ну, объективно. Так. Коммерческая недвижимость. Ну, у них есть возможность вообще-то коммерческую недвижимость тут осваивать. Я даже построю второй слойчик вот тут вот. Так, раз. И вот я немножечко побаиваюсь строить недвижимость с высокой плотностью, потому что мне кажется, что это криминогенные какие-то районы. Вот криминогенные. Вот тут вот я построю парк, потому что он нужен будет мне новый парк тут. Такой раз парк новый, отлично. И снова волна удовольствия по городу. Так. Так. Что еще можно сделать? Давайте посмотрим. Ну, ладно. Я сначала здесь все-таки построю, наверное, район с высокой плотностью застройки. Или не надо? Кстати, вот этот вот... Я не знаю, повлияло ли как-то строительство финансового района, но у меня доход увеличился чуть ли не в полтора раза. Ну, по крайней мере, с того момента, как я смотрел. Ну, в любом случае, солидный рост сейчас вот произошел. Мне все еще нужны промышленные районы дополнительные. Я сейчас займусь именно стрельством еще одной... еще одного слоя в промышленном районе. Так вот, плотненько. Плотничком, плотничком. Так вот, плотничком. Так. И это у нас через заливочку... Через заливочку промзона. Так. Так. Сюда. Все. Отлично. Промзона размечена. Пусть строят свои промышленные здания. Так. Так. Сразу, да, разбивайте свои компьютеры. Идите гулять. Так. Опять я вечно забываю про водопровод. Никак не могу привыкнуть. Так. Где еще можно построить водопровод? Да пока вроде нигде не надо больше водопровода. Я бы офигел, если бы здесь еще нужно было, знаете, там... освещением заниматься улиц. Вот это я бы вообще прифигел. И уезжайте в деревню еще, Марина, добавь. Уезжайте в деревню. В конце. Новое здание. Вот мне все говорят про него. Про вот эти терминалы. А у меня и так... Ужас-ужас везде. Поэтому, блин, у меня вообще как-то не до терминалов. Честно говоря. У меня со свалками? Я не понимаю, что делать со свалками. Так. Как-то нужно разбирать... Да пошли вы нафиг со своими зданиями. Реально достали уже. Вот это что такое вообще? Товарный терминал. В баню. Железнодорожная... Ну не, ну это я вообще... Ну это надо как бы вот здесь где-то строить, наверное. Нет. Где-то в городе надо строить. Ой, нет. Вот это... Это слишком сложно для меня быть. Точно. Хорошо. Сейчас есть потребность в коммерческой недвижимости. Что немножко странно, но... Но ладно. Надо так надо. Так, так, так. Все. Зонирование. Строим все-таки здесь жилую. Потому что это слой для жилой недвижимости у нас. Так. Тут проще вот так вот нарисовать. Я хочу верить, что это финансовый район мне вот такой вот доход дает. Очень крутой. И поэтому я сейчас фигану понизу. Тоже финансовый район. Прям пусть рядом с ветряком стоят и качают бабки. Всякие там гейм-девелоперы. Леменбургские. Леменбургские гейм-девелоперы. Так. Все. О, пошло. 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 Финансовый район разрастается. Процесс идет. Народ доволен. Деньги в плюсе. Еще кто-то недоволен тем, что у меня тут происходит. Так. Теперь. Это недвижимость высокой плотности. Мне нужно теперь слой коммерческой недвижимости построить, организовать. Делаем слой коммерческой недвижимости. Все. Вот это будет слой коммерческой недвижимости, в котором нужно предварительно провести водопровод. Я, как ни странно, вспомнил об этом. Сам удивлен. Так. Где водонапорка ближайшая? Вот здесь вот. Пока ее хватает. Отлично. Пока ее хватает. Так. И ставим здесь... А это что? Коммерческую зону высокой плотности. Блин. Надо было давно ее поставить. Ладно. Вот сейчас здесь будет коммерческая зона высокой плотности. Сейчас мы все это уплотним. Отлично. Вот она. Коммерческая зона высокой плотности. Строим коммерческую зону высокой плотности. Слушайте, а почему бы мне сейчас не сделать такой интересный... Точнее, может быть, конечно, глупый ход. Ну, интересный. Так. Блин, да нафиг мне эти линии электропередач? Я же их могу снести легко. Они мне не нужны. Реально. Так. И строим дорогу. Ну, а что-то чуть-чуть не хватает. Место уже занято. Ладно. Построим прямую дорогу для начала. Вот досюда. А теперь вот... Во! Все. Такой бабах и дорога. Я не знаю зачем, но вдруг кому-то пригодится. Ну, просто вдруг кому-то пригодится. Перекрестки и трафик. Да, знаю. Все плохо. Коммерческая высокая плотность. Всякие торговые центры. Да, торговый центр Мегамарт. Коммерческий центр. Аутлет. Во, аутлетик. Тут чё? Просто коммерческий центр. Здесь магазин всякое-всячное. Ну, пошло. Смотрите, поперло. 9 тысяч почти доход. Уже 9 тысяч доход ежедневный. Или какой там он? Еженедельный? Еженедельный. Отлично. Отлично. Все замечательно. Только вот со свалкой надо вопрос решить как-то. Точнее, со свалками. А давайте решим вопрос со свалками. Большим количеством свалок. Мне кажется, это не самый плохой вариант. Вот тут... Может, у меня здесь... Или мусоросжигательными заводами. Вот давайте, например, вот здесь поставим дополнительный мусоросжигательный завод. Мне кажется, это отличное место для него, честно говоря. Он, правда, стоит 30 тысяч, зараза. И водопровод ему нужен. Но почему бы не построить? И еще один сразу, короче, до кучи, пока я добрый. Так, водопроводик. Все, сделали. Отлично, водопровод на месте. Ветряки стоят, электричество генерируется. Да, электричество, кстати, на хорошем уровне у нас. Но можно построить еще один ветряк на 20 мегаватт. Сюда. И сюда. Ну, зачем строить один, если можно построить два? Правильно? Так. Зачем свалка? А, так это так работает, что ли? Я-то думал, они забирают мусор со свалки и сжигают его. А они сразу напрямую, наверное, возят, да? Ё-моё, а я тупил все это время. Объект не очищен. Так. Как тебе очистить объект? Очищайся. Так, слушайте, ну это же, это как бы, новый горизонт. Мусоросжигатели много воды требуют? Ага, ну посмотрим. То есть, здесь может где-то образоваться кризис воды, да? Я буду смотреть. А это, кстати, не центр города совсем. Тут, как видите, есть определенная зона отчуждения. Здесь нет застройки. Так что, как бы, Серега, извини, но на 10 минут ты в мут уходишь за непонятную какую-то муть. Уходишь в мут за муть. Так, народу теперь не хватает, зашибись. А че не хватает-то? А, ну вообще да, действительно не хватает. Ну, давайте построим еще одну жилую зону. Так. Как-то так. И застройка высокой плотности. Застроим высокой плотностью. Можно очистить, поставив галочку на свалках. Я поставил, но вот они как бы очень медленно что-то чистят. Че я могу? Медленно работают. Может, они возят, конечно, на заводы, но, по-моему, они на другие свалки возят. Да. Ого. О, во-во-во-во, реально проблемы начались. Так, пора ставить водонапорку где-то тут. Так, давайте поставим водонапорочку. Блин, а в промзоне-то водонапорка это проблема. Тут же будет грязная вода. Черт. Ладно, давайте чисто для промзоны поставим водонапорку где-нибудь здесь. Так, интересно, она решит вопрос? Хоть частично. Да, решила. Хорошо. Теперь. Так, я не хочу быть в интерфейсе воды. Черт, промзоны. А ведь, по идее, да нет вообще, без промзоны обойтись нельзя. То есть, чисто торговый город-то, наверное, не сделать такой, чтобы... Город, живущий на финансовых учреждениях. Ну, будет грязная вода, но посмотрим, если это действительно как-то отразится сейчас, то тогда я, естественно, уберу и поставлю где-нибудь вот тут водонапорку. Но пока вроде бы все в порядке. Пока вроде бы все в порядке. Так. Я считаю, нужно еще слойчик построить. Финансового района. Мне что-то прям так понравилось. Эта штука мешает. Ой-ой-ой. Похоже, перебор. Да, перебор. Все, вот так лучше. Так. Еще немножечко финансового района. Так. И второй слой финансового района пошел. Сейчас мы тут все зафинансируем по самой небалуйся. Так. Вот как-то так. Все, отлично. И это у нас еще финансовый район. Все. Финансы, финансы, финансы. Займемся финансами. Но им, наверное, тоже что-то надо будет. Всем этим финансистам. О, недовольство пошло. Ну, это как бы вот непонятно. Через минуту оно снова может в плюс уйти значительный. Очень непонятненько как-то. Так. Пока эпидемия не замечается из-за загрязнения воды. Хотя, что-то есть. Вот горожане болеют. Все-таки есть. Все-таки есть. Ладно, водонапорку тогда убираем. Так. И ставим водонапорку. Придется поставить вместо жилого здания. Вот здесь. Я надеюсь, что я поставил просто вместо здания, а не снес какую-нибудь муниципальную. Все. Реально пошли болезни, поэтому надо менять. Сейчас больница, конечно, с этим постепенно справится. Но да ладно. Так. Ну ладно, с этим справиться. Вот транспортная ситуация, конечно, лучше не становится. Чуть лучше она, может, в какой-то момент стала, но сейчас снова все плохо. Снова все плохо. Зато финансовый район растет даже без водопровода. Так. А с водопроводом так вообще скачок сделают. Детектор дыма спас моего кота. Спасибо. Говорят мне в местном твиттере. Пожалуйста, говорю я. Так, а вот можно свалку снести какую-нибудь, типа эту, к примеру? Мать его, объект не очищен. Слушайте, а давайте я на всех поставлю очищать. Интересно, что будет, правда? Ладно, эти две пока оставлю, хорошо. А на остальных пусть поставим очищать и посмотрим, к чему это приведет. Перекрестки и трафик, народ, дохнет. Походу мне нужно кладбище. Да, походу мне нужно кладбище. Очевидно, мне нужно кладбище. И мы поставим кладбище, кладбище поставим и вот здесь. Или лучше вот здесь. А тут не влезет. А где? Ой, ну вообще тут не влезет никак. О, стоп, 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 что-то было. Нет, тут лучше. Тут мне больше нравится местечко. Кстати, а что на старых кладбищах? Катафалков, да, используется 10 из 10. Катафалков используется 10 из 10. Много. Все, сейчас построили новое кладбище. Должны немножко подразгрузиться. Вывести трупаки и все, норм будет. Так, это снесем. Так, слева сверху есть фильтры. Вот эти, что ли? О, боже мой, нет, спасибо. Это слишком сложно. Так. Водопровод. Я что, опять про него забыл? Точно. Так. Так. Почему мне раньше не закричали, что водопровода нет? Это, кстати, недвижимость? Да, это недвижимость. Фу. Игра все сложнее становится. Город растет. У меня столько обязанностей, как у бургомистра, возникает. Я прям не знаю. Все сложнее и сложнее. Скоро начнутся проблемы с грязью в городе, потому что... Вот как они ее очистят, я не понимаю. Они же ее нифига не чистят. Куда они вывозят просто? Мне кажется, они только перераспределяют, и от свалок в итоге никак не избавятся. Хорошо, посмотрим, что тут. Вот 22 машины, и кто-то помер на производстве еще. 22 машины из 27, 13 машин, 11 машин. Теоретически они должны справляться, как бы, с грязью. Но посмотрим. Я надеюсь, что мне удастся что-нибудь снести. Объект не очищен. Блин. Какова механика его очищения? Так. О! Слушайте, много мрет народу-то. Ну, кому-то интересно. Тебе интересно разбираться с трафиком на дорогах. Мне неинтересно. Я ж в спортивные... Я вот, например, не играю в футбольные симуляторы. Почему? Потому что мне неинтересно. Вот. Секундочку. Пока, Марина. Удачно на тебя добраться. Кстати, для тех, кто смотрит в прямом эфире, приходите обязательно в 19.00. Будет стрим по Life is Strange. Мне нужно еще одно кладбище. Блин, очевидно, нужно еще одно кладбище. И мы его поставим рядом с университетом. Потому что пофиг, что рядом с университетом. Главное, чтобы было. Вот. Ой, не, я не хочу. Не, я знаю, что можно проследить за мусоровозом. Я следил. Просто мне интересно, куда они... Ну, кстати, вот на этой видно, что меньше стало мусора. Мне реально интересно, куда они его вывозят. Мне кажется, что может за пределы города вывозят. Как вариант. Так, люди дохнут. Кладбище надо. Можно здесь, кстати, еще кладбище поставить. Или вот тут вот. Тоже неплохо будет. Так. Ха-ха. А, good one. До свидания. Так. Что еще можно сделать? У меня как бы потребности прям громадные нет сейчас ни в чем. Вот пока у меня есть такое, ну, некоторое, что ли, равновесие, я, наверное, хочу в нем некоторое время попребывать, чтобы отладить процессы. В частности, вот, очень у меня большая смертность, ну, то есть даже не то чтобы смертность, большая загрузка у кладбища, поэтому мне нужно с этим разобраться. И уже продолжать двигаться дальше. С этих мусоров, с этих все вывозят, тут все принимают. Количество мусора, кстати, он почти заполнился. Выходная мощность уже 12 мегаватт. На отличненько, кстати? Нет, реально на отличненько. Так. А зачем строить? Нет, у меня у больницы, господи, ну, сколько можно показывать? О, кстати, нет, реально загрузка большая. Окей, да, это факт. Надо построить больничку. Правда, это дорого мне. Жаба душит. Ну, ладно, давайте построим больничку. Ну, кладбище все равно пригодится. А, кстати, а вот здесь хорошее место, по-моему, для больнички. Да, отличное местечко. Так, вот повыше. Нет, здесь. Блин. Тут как бы финансовый район, все дела. Здесь не воткнуть ее. Не, ну а что, я могу себе, на самом деле, позволить тут вот ее впиндюрить. Давай, впиндюрься. Не хочешь? Во, вот здесь. Бест. Отличное место. Все. Так. Мусор, говорят, некому возить. На самом деле, конечно, есть кому брешут. Хочу очистить. Вот где посмотреть? А, вот, заполненность 31%. И у меня снова что-то новое появляется. Водоочистительная станция. И крематорий. Да. 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 Да, 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 да. Вот это то, что нужно вообще. Вот крематорий, я считаю, что это то, что нужно в каждом городе. И, главное, стоит всего 25 тысяч. Правда, электричество потребляют нормально. Ну как? Ну так. Ой, какой маленький. Смотрите. Какой маленький, аккуратненький крематорий. Мы сейчас его забубеним. В каждом... Новая программа. В каждый район по крематорию. Так. Сюда. Крематорий, пожалуйста. А они как-то вот... Мне интересно, вот механика крематория. Мне тоже нужно как-то вот сейчас... Заменять кладбище крематориями? Или что? Вот мне что интересно. Вот здесь построим крематорию. Даже вот тут вот построим. Так. Где еще построить крематорий? Да что-то даже не знаю. Вот здесь можно фигануть крематорию. Хорошее место для крематория. Прям по соседству. От кладбища. Все. И, внимание, вопрос. Заменяют ли они? Да, крематорий в шаговой доступности. Я считаю. Отличная вообще вещь. Мне просто... Вот сейчас посмотрим. Катафалки. То есть они все-таки заменяют кладбище. Либо кладбище... Ну, дополняют. То есть. Вот. Но поскольку... Да ладно, пусть сосуществуют. Ничего страшного. Пусть сосуществуют. Так. Ну да, мне интересна механика крематория. Но что я такого сказал-то? Это нормально. Так. Не, крематорий вместо больниц. Не-не-не. До такого я пока не дошел. Хотя идея неплохая. Вот это что такое? Чего это? Чего это? Низкая ценность земли. Низкая ценность земли отрезательно влияет... А, ладно. На такие мелочи я внимания не буду обращать. Саморегулирующийся механизм экономики, он решит эти вопросы, я считаю. Решит эти вопросы. Да. Так. Ну, вроде все более или менее устаканилось. Трупаки вывозим, все нормально. Новая больница действительно решила значительным образом проблему. Кстати, вот она уже... У нее уже загрузка прям такая. Прям офигенная. Блин, мне нужно еще больницу строить. Получается. Но на этом стрим подходит к концу. Да. И, соответственно, эта серия, если вы смотрите в записи... Я думаю, что периодически буду также стримить Cities Skyline. Надеюсь, что буду. Вот. А вы, соответственно, следите за анонсами, которые в группе ВКонтакте появляются практически каждый день. Потому что стримы, собственно, практически каждый день происходят. Вот. И всем спасибо за внимание, ребята. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok